Российский автоспорт вовсю осваивается в онлайне. Так, в минувшие выходные на цифровой копии Сочи Автодрома прошел первый этап виртуального чемпионата российской серии кольцевых гонок. Заезды состоялись в двух классах – E-Touring на базе компьютерного симулятора Assetto Corsa и E-Touring Lite на базе игры Gran Turismo Sport для Sony PlayStation. В E-Touring стартовали профессиональные гонщики, ранее принимавшие участие в российском кольцевом чемпионате, а также пилоты программы SMP Racing. Всего 31 спортсмен. В первой гонке этого класса отличился участник программы SMP Racing Денис Булатов. Он, стартовав с четвертого места, сразу прорвался в первую тройку и сумел удержать свою позицию до финиша. Его коллега по программе Ирина Сидоркова финишировала девятый, Кирилл Ладыгин – десятым. Победу в заезде одержал Егор Санин, второе место досталось Владимиру Шишенину. Во второй гонке сначала случился серьезный завал, а затем развернулась ожесточенная борьба за позиции с большим количеством обгонов и столкновений. Денис Булатов финишировал в шаге от подиума на четвертой позиции. Сразу за ним расположился Кирилл Ладыгин, а Ирина Сидоркова стала двадцать четвертой. Победа вдовь досталась Егору Санину. На втором месте оказался Егор Ганин, на третьем – Михаил Лобода. В классе E-Touring Lite для состязания был выбран японский автодром Autopolis. В гонках приняли участие симрейсеры и пилоты кольцевых гонок – Борис Шульмейстер, Дмитрий Лебедев и Дмитрий Воронов. Победу в финальном заезде одержал Степан Емелин, вторым стал Дмитрий Лебедев, третьим – Антон Тагбулатов. В прошлом году на автоспортивной арене появился международный формульный чемпионат для женщин – серия W. Однако второй сезон гонок на болидах Формулы 3 пройдет онлайн, для чего специально придумали замысловатое название «Лига e-Sports» серии W. В виртуальной версии чемпионата примут участие 18 девушек, которые должны были выйти на старт реальных гонок. Среди них – пилот молодежной программы SMP Racing Ирина Сидоркова. Этапы состоятся на цифровых трассах 10 известных автодромов, а участницы будут соревноваться на болидах аналогичным формульным. В ближайшее время организаторы объявят дату первого старта.